Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема называется «Пневмония». И у нас в гостях главный пульмонолог, главный штатный специалист, пульмонолог Министерства здравоохранения Ульяновской области, заведующий пульмонологическим отделением Ульяновской областной клинической больницы Галушина Ирина Александровна. Здравствуйте, дорогие друзья! Ирина Александровна, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно пневмонией болеет порядка более 100 тысяч человек. И это на самом деле такое очень серьезное и коварное заболевание. И мой первый вопрос к вам такой. Скажите, какие симптомы пневмонии и как она начинается? Ну, симптомы пневмонии, в общем-то, очень многогранные и единого симптома, по которому можно было поставить этот диагноз, нет. Еще проявление пневмонии зависит, конечно, от возраста. Но если мы говорим о маленьких детках, то в первую очередь этим проявлением будет высокая температура и явление интоксикации. То есть как они у детей будут проявляться? Ребенок перестает кушать. Ребенок, если это маленький, он перестает быть подвижным, лежит, сидит. Даже после снижения температуры, то есть самый основной такой вот, может быть, критерий, который отличает вирусную инфекцию от бактериальной любой, в том числе и пневмонии. То есть когда ребеночек болеет, у него температура и есть просто, ну, скажем так, явление ОРВИ, то обычный жаропонижающий препарат, снимая температуру, придает ребенку силы, и ребенок начинает бегать, просить кушать. То есть ведет себя обычно? Ну, ведет достаточно более-менее обычно, скажем, становится резвой. А если это все-таки бактериальная инфекция, такая тяжелая, например, как пневмония, то даже после снижения температуры ребенок сохраняется вялым, малоподвижным, аппетит недостаточный. А уже дальше при прогрессировании пневмонии может появиться одышка, то есть дыхание ребенка становится частым, затрудненным, потливость может быть. Я специально не говорю о кашле, потому что кашель, в общем-то, это симптом, который для очень многих заболеваний присущ. Он будет и при пневмонии, и при пневмонии он может быть как выраженным, так и достаточно нечастым, как с мокротой, так и без. Маленькие дети, как правило, мокроту не могут откашлить, это еще не подвластно их возрасту, нет такого у них механизма защитного, чтобы они самостоятельно откашлили хорошо мокроту. Поэтому главный симптом – это температура. И вообще, даже если у любого ребенка поднимается температура, и отлечить это бактериальная, вирусная инфекция, это может только врач, поэтому маме или папе не надо ничего придумывать самим. Нужно вызвать педиатра участкового. Если это высокая температура, состояние ребенка действительно тяжелое, то это вызвать скорую помощь, не дожидаясь утра, когда будет работать уже доктор. И они смогут решить вопрос, что с ребенком, и нуждается ребенок в лечении в домашних условиях, или уже требуется более радикальное мероприятие, то есть госпитализация в стационаре. То есть мы сейчас коснулись уже тактики поведения родителей непосредственно. Что должно их насторожить, и в каком случае они должны обратиться к врачам. То есть симптомы интоксикации, это ребенок перестает быть активным. Это самое главное, то, что должно очень сильно осторожить родителей. Если мы сразу очень похожи на детей, это пациенты пожилого возраста, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, лежачие так называемые пациенты, это после инсультов, после травм, ну и ряда других заболеваний. Что здесь? В принципе, те же самые симптомы, только если у маленьких детей температура очень быстро повышается до высоких цифр, то для пациентов ослабленных, пожилых, в общем-то температура при пневмонии может быть и 37,2, 37,5, а может и вообще не подняться в какой-то момент, но человек то же самое теряет активность. То есть если дедушка до этого сам доходил до туалета или с посторонней помощью, то в какой-то день он говорит, у меня ослабли ноги, я не могу дойти. То есть слабость, вялость какая-то будет? Слабость, вялость, точно так же отказывается от приема пищи. Ну помимо, конечно, этих симптомов будет кашель. Опять-таки пневмония может проявляться как влажным кашлем, то есть отделяет больную мокроту, либо это сухой кашель, частый, редкий, это не специфический. Это зависит от того возбудителя, каким вызвана пневмония. А для пациентов, скажем, всей остальной группы, ну в принципе, если мы говорим в целом о пневмониях, то пневмония – это такое собирательное понятие. Они бывают и бактериальные, которых наибольшее… То есть мы сейчас говорим о ботеологии. Да, о ботеологии, конечно. То есть, конечно, бактерии вызывают пневмонию в большинстве случаев, это больше 90%. В небольшом проценте встречаются вирусные пневмонии, грибковые, так называемые, вызванные атипичной флорой. Наиболее часто из них – это мекоплазменные. Обычно она поражает детские коллективы или коллективы, где сотрудники молодого возраста, там где-то до 25-27 лет, и проявляются у кого-то фаренгитом, трахеитом, а у кого-то чуть ниже иммунитет, у кого-то, у тех уже может возникнуть пневмония. Одно правило – если есть температура, нельзя заниматься самолечением. Кому нужно обратиться? Кто занимается лечением пневмонии? И, может быть, это надо в поликлинику, или это сразу надо куда-то в больницу обращаться, или это вызывать скорую помощь. Это зависит, конечно, от клиники, от степени тяжести. Но всё-таки, давайте скажем. Давайте мы начнём с того, что поставить диагноз – это пневмония, или это какое-то другое заболевание, сопровождающееся тем же самым кашлем или повышением температуры, может только врач. И врач, для того, чтобы подтвердить пневмонию, должен сделать рентгеновское исследование грудной клетки, и хотя бы минимальное – это общий анализ крови. У постели больного при непрямом контакте с больным, то есть по жалобам, по его анамнезу, по тому, что он выявит во время осмотра, аускультации больного, врач может заподозрить пневмонию, но для её подтверждения необходимо как минимум два обследования – это рентген в грудной клетке и общий анализ крови. Раз мы сказали, что самолечением нельзя заниматься, а почему нельзя заниматься? Потому что пневмония даёт осложнение, да? То есть она сама по себе грозное заболевание. Давайте расскажем, какие осложнения бывают при пневмонии. Давайте мы начнём с того, что пневмония – это заболевание, при котором, если вовремя и правильно не назначить лечение, то помимо осложнений появляется очень грозная смертельная опасность. То есть человек от пневмонии может умереть. Вот это самое основное, чего мы боимся. А остальные осложнения не значимы, но это может развиться. И абсцесс, то есть лёгкая уже нагнаивается, и появляется, скажем так, дырка в лёгком, полная гноем. То есть просто говорить, да, как и есть. Да, абсцесс – это дырка с гноем в лёгких. Это может быть очень тяжёлая интоксикация, которая поражает и печень, и почки, и центральную нервную систему, и сердце. То есть у пациента с пневмонией может возникнуть такое состояние, когда полностью будет отсутствовать моча. Когда у него начнётся токсическое поражение печени, и нарушится вся, в общем-то, её функция. То есть это целый комплекс. Лёгкие находятся в постоянной связи с другими органами, и поэтому, когда поражаются лёгкие, поражаются в основном все органы в той или иной степени. И только раннее начало лечения, а лечение должно тоже начинаться буквально в первые часы от момента подозрения даже на этот диагноз, сможет помочь пациенту быстро выздороветь и избежать вот этих вот тяжёлых осложнений. И вот, наверное, об этих симптомах надо особенно говорить, особенно в разгар гриппа, потому что, в общем-то, коварство пневмонии, коварство вирусных инфекций заключается в том, что их клиника очень быстротечна. То есть если мы говорим вообще о вирусных пневмониях, то с утра человек мог совершенно ходить и даже, может быть, выйти на работу, а к вечеру его состояние может настолько ухудшиться, что он может попасть в реанимацию. Поэтому вот врач не всегда, смотрев больного, может достоверно спрогнозировать течение заболевания. Как правило, да, но есть вот такие вот тяжёлые, скоропалительные подтяжести течения пневмонии, молниеносные их называют, да, когда картины развиваются буквально по часам. Поэтому если, вот ещё раз повторяю, кровохарканье, судороги, нарушение сознания или одышка, немедленно вызывать скорую помощь. Ребёнок, взрослый, неважно. Но если таких осложнений нет, грозных, о которых мы сейчас сказали, то, по крайней мере, если есть температура, и даже если иногда вот нет температуры, а есть и слабость, недомогание, кашель, ну, все симптомы, которые вы впечатляли, обязательно нужно обратиться к врачам. То есть первичное звено, сейчас проблем в записи практически нет, да. Пять способов записи. В любой поликлинике, по месту жительства или это районная больница, пожалуйста, да, тоже поликлиническое отделение, записаться свободно к врачу. Но есть случаи, когда, может быть, даже лучше вызвать врача на дом, да? Есть такие случаи? Да, конечно. Если у пациента высокая температура, у него выраженная слабость, выраженные катаральные явления, то логичнее вызвать врача на дом. Это и убережёт пациента от излишних факторов, там, переохлаждения и всех остальных, и других пациентов. Потому что, в общем-то, это может быть и вирусная инфекция, которая представляет опасность для окружающих, но и бактериальное, в принципе, пневмонии тоже достаточно контагиозны. Ну, давайте ещё скажем про группу риска. Мы говорили вначале, да? Да, конечно. Вот про детей мы сказали, это, конечно, однозначно. В первую очередь хочется ещё сказать после детей о беременных женщинах. Очень важно. У них в силу того, что развивается беременность, а для того, чтобы сохранить ребёночка, иммунная система работает так, что она снижает свои функции, и все реакции, все воспалительные реакции, в том числе пневмонии, и любое другое заболевание, они протекают очень искажённо от общего, так вот, скажем, популяции. Поэтому, если беременная чувствует какое-то недомогание, то женщине не надо выходить на работу, не надо сидеть дома и заниматься самолечением, нужно как можно быстрее обратиться к врачу с любым недомоганием. Потому что, в общем-то, заболеваний может быть очень много, и у беременных даже пневмония может протекать тоже очень стёрто в первые дни, а потом развиваются очень тяжёлые. Ну и мама, конечно, женщина, которая собирается стать мамой, должна даботиться не только о себе, но и о том маленьком человечке, который развивается внутри неё. Кто ещё в группе риска? Это все пациенты ослабленные. А кто у нас ослабленные пациенты? В первую очередь, те, которые страдают тяжёлыми заболеваниями. Вот самые тяжёлые пневмонии протекают, в первую очередь, у больных с сахарным диабетом, особенно если они ещё имеют ожирение. То есть, это вот самый такой неблагополучный контингент. И тоже пневмония может протекать извращённое, с атипичным течением, с небольшой температурой и так далее. И в то же время очень тяжело вызывать как прогрессирование лёгочных проблем, так и прогрессирование самого сахарного диабета, вплоть до кетоацидоза и других осложнений сахарного диабета. То есть, может осложниться основное заболевание? На втором месте это заболевание сердечно-сосудистой системы, особенно там, где есть декомпенсация. А что такое декомпенсация? Это там, где есть отёки, там, где есть некорригированное давление, то есть, у человека сегодня 200, завтра 170. То есть, проблемные сердечные недостаточности, гипертония. Гипертония. Там, где человек перенёс инфаркты или инсульты уже в анамнезе. А особенно, если это сочетается ещё и с сахарным диабетом, то это особая группа риска. Но следующим, наверное, стоит отметить хроников с точки зрения бронхолёгочной системы. Конечно, это хобл, бронхиты. Это хобл, курящие больные. Это больные, которые имели какие-то оперативные вмешательства на лёгких. Тем более, если они были недавно, например. Чуть в меньшем объёме это бронхиальная астма. Конечно, все больные, которые получают терапию, угнетающую иммунитет. Но сюда кто относится? Это все онкологические больные, которым проводилась химиотерапия, лучевая терапия, оперативные вмешательства. То есть, более бережные. Да, конечно. Это больные с ВИЧ-инфекцией, больные с любыми другими иммунодефицитами, больные, принимающие преднизолоны или другие препараты, так называемые иммуносупрессивные. Это могут быть и астматики, и больные с ревматоидным артритом, и больные с гематологическими заболеваниями. То есть, вот эта вся группа является как раз пациентами группы риска. Ну да, и вот мы сейчас подошли к вопросу, как раз есть же профилактика. Да, конечно. Есть специфическая и неспецифическая профилактика. Мы сейчас об этом скажем. И в том числе вот к специфической относятся иммунизация от гриппа. И вот как раз те группы, которые мы перечислили, они все попадают под эти категории иммунизации. Безусловно. Безусловно, эти категории попадают под иммунизацию. И самое главное, что, в общем-то, чем больше имеется у человека из этих перечисленных заболеваний, тем он в большей мере подвержен риску как гриппа, так и пневмонии. Почему мы делаем прививку от гриппа? Мы не боимся все, что... И прививка на 100% не гарантирует, что человек не заболеет. Но она говорит о том, что человек, у которого была проведена иммунизация, если и заболеет, то заболеет не так тяжело. В более легкой форме, конечно. Почему мы боимся, опять-таки, гриппа? Смертность от гриппа у нас, слава богу, небольшая. Если и есть кто-то умирает от гриппа, но это единичные случаи. Хотя, может быть, о них очень широко освещается в прессе и так далее. Конечно, и этих пациентов очень жалко, но это единичные случаи. Чего мы боимся больше всего? Грипп даже после выздоровления несет осложнение в виде декомпенсации тех заболеваний, которые были. То есть, пациент с сахарным диабетом, переболев гриппом, может обнаружить, что у него перестал коррегироваться сахар на его же препаратах, которые были подобраны. Пациент, у которого была ишемическая болезнь сердца или давление, отмечает, что у него стало повышение давления регулярно, что у него появились боли в сердце. То есть, прошла декомпенсация. То есть, раньше помогали препараты, а сейчас... Да, а сейчас они помогают, или помогают меньше вести... Или начинают увеличиваться дозы этих препаратов. Но еще хочется сказать, что помимо гриппа есть еще вакцинация пневмокока. Да, это отдельно идет... То есть, что это такое? Когда мы говорим о возбудителях пневмонии, наиболее частым возбудителем, как у маленьких детей, так и у взрослых, и у пожилых является пневмокок. Он очень коварный. В каком плане? Что в зависимости от иммунитета человек, он может проявляться у одних просто небольшим першением в горле и заложенностью носа. И таким пациентам... Какой ставит диагноз? ОРВИ, ОРЗИ. Ребеночек пришел из садика, вот это самая такая животрепещущая проблема, вот или из младших классов школы. И он переболел очень легко, в течение 3-5 дней, у него небольшое покраснение горла и небольшая заложенность носа. Может, мама даже и к врачу еще не обратилась, если там температуры не было, полечила сама. А вот дедушка или бабушка, которые ухаживали за этим больным ребенком, они могут заболеть тяжелой пневмонией, потому что пневмококк в детских коллективах настолько видоизменяется, и при этом для детей он достаточно более благоприятен, чем для пожилых. Особенно если у этих пожилых есть вот те заболевания, о которых мы с вами говорили. Но в принципе у пожилых как раз и они и бывают, и гипертония, и сахарный диабет, и все остальное. Поэтому если родственники заботятся о своих родителях, то очень хотелось бы, чтобы они понимали, что вот вакцинация от пневмококка может спасти их папу-маму не только от пневмонии, но и от прогрессирования как раз в виде осложнений всех тех хронических заболеваний, которые у них есть. То есть вот это тоже очень важно, чтобы пациенты вакцинировались. Ну это мы сказали сейчас о специфической, а не специфической. Это как при любом заболевании отказ от вредных привычек, то есть вот это все введение здорового образа жизни, то, что сейчас очень актуально на сегодняшний момент. Понимаете, есть такая поговорка «в здоровом теле здоровый дух». Почему она была, как ее трактовать с точки зрения врача? То есть человек, у которого хороший иммунитет, а он просто так не бывает, да, ниоткуда. Нет биодобавки, нет какой-то волшебной таблицы, которая поднимет иммунитет. Иммунитет, то есть защитные свойства организма, они складываются из нескольких факторов. Этот человек выполняет посильную ему физическую нагрузку, ту, которую он может. Избегает стрессов. Он гуляет на улице, хотя бы 30 минут в день он гуляет на улице. Он употребляет пищу и соблюдает диету. Что такое диета с точки зрения пульмонолога? Он ест овощи, фрукты и он ест достаточное количество белковой пищи. Почему? Потому что белки, они играют как раз вот ту основную роль в формировании иммунных комплексов и защитных комплексов, которые у нас есть в организме. Ну, то есть нет какой-то жесткой диеты. Нет никакой. Просто, наоборот, разнообразие. То есть это нормальное, сбалансированное питание. И когда мы говорим о том, чем заняться с ребенком в период роста ОРВИ и гриппа, или вообще в возрастной группе, да и всем, наверное, если выйдут на улицу и покатаются на санках с горки, то это будет только плюсом. А если пойдут в магазин или в кинотеатр смотреть мультики, то риск возникновения заражения как вирусами любого ОРВИ. А что такое ОРВИ? Это респираторные вирусные инфекции. И вирусов их более ста. Из них наиболее там самые популярные аденовирусные, реновирусные и так далее. То есть грипп из них занимает в общем-то где-то 15-20 процентов, не больше. Но любое вмешательство вирусов в организм, оно не несет ничего хорошего. Поэтому вот с точки зрения пульмонолога это так. То есть надо гулять, нормально питаться, вакцинироваться. И тогда в общем-то... Ну и вот мы об этом скоро сказали. От стойкости нервной системы тоже очень многое зависит. Правильно? Если человек избегает стресса, волнений каких-то, напряжения. Потому что человек все равно слабеет на фоне этого всего. Конечно слабеет, но наша жизнь действительно полна стрессов. Опоздал на автобус, задержался на работу, ребенок поплакал в детском саду и так далее. Но для этого есть тоже с точки зрения физиологии методы, скажем, эмоциональной разгрузки. А чем они связаны? Это, пожалуйста, прогулки, опять-таки, посещение бассейна, какие-то подвижные любые там игры с детьми и так далее. Сейчас разнообразие. Сердце и кружки какие-то. У нас во дворах всевозможные сейчас тренажеры стоят. Ради бога, даже если просто выйти и прогуляться вдоль своего дома, сделать два круга, обойти свой дом дважды, то это будет гораздо лучше, если провести там 15 минут у экрана телевизора. Да, ну вот очень важно мы еще раз все-таки вернуться к тому, что про самолечение, да? То есть сейчас идет такой бум вот антибиотикотерапии, то есть пациент идет сам в аптеку, там ему что-то советуют, причем иногда даже там советуют абсолютно не то, что нужно, да? Вот это тоже ведь одна из проблем. Да, конечно. Во-первых, ну если мы говорим об антибиотиках, то это препараты рецептурные. Их должен назначать врач по рецепту. Если мы придем в любую европейскую стране в аптеку и попросим какой-то либо антибиотик, вам никто никогда его не даст. В России сейчас тоже в многих аптеках в общем-то отпускаются антибиотики по рецептам. Но тем не менее, есть много советчиков, и соседи, и знакомые, и родственники, которые у вас остались, кто-то знает как. Но при этом надо помнить, что любое ОРВИ, то есть вирусная инфекция, она не лечится антибиотиками. И от приема антибиотиков может только наоборот ухудшиться состояние, потому что будет вторичное обсеменение с другой флорой, и тогда будет осложнение. А когда мы говорим о лечении пневмонии, о лечении любой бактериальной инфекции, будь то синусит, то есть воспаление предаточных пазух носа, будь то отит гнойный, будь то ангина или танзелит хронический, то нет хороших и плохих антибиотиков. Да, есть дорогие и дешевые, но это не значит, что дешевый антибиотик не будет работать, а дорогой будет. Каждый антибиотик, он имеет тенденцию убивать определенный вид микроба. И правильно подобранный антибиотик, он будет и работать. А подобрать правильный антибиотик, к сожалению, фармацевт не может. Его этому не учили. И не нужно этого делать. И ему это не нужно. Он должен его продать и уметь там правильно его хранить и правильно отпустить пациенту. А назначить лечение должен только врач. Статистика по Ульяновской области на сегодняшний момент, как у нас сейчас, мы не выходим за какие-то рамки заболеваемости? Ну, в настоящее время, в общем-то, мы не выходим за вот такие привычные рамки. Ну, что такое привычные? То есть пневмония, это тоже отчасти сезонные заболевания. И для каждого сезона зимнего, холодной осени и холодной весны, то есть вот этих вот периодов, характерен рост заболеваемости пневмонии по сравнению с летом. Да, по сравнению с летом, конечно, число заболевших пневмонии увеличивается. Но пока у нас, слава богу, нет значимого превышения порога по ОРВИ, у нас пока не регистрируются случаи гриппа, и вот такого вот всплеска нет. Обычно массивный рост пневмонии наблюдается после начала эпидсезона. Как правило, пневмония идет, рост пневмонии через две недели после вот этого подъема. То есть, его здесь тоже немножечко по графику сдвигается, все зависит от того, как часто. Поэтому, защитив себя от вируса гриппа, мы защищаем себя и от пневмонии. Ну да, тем более сейчас, в принципе, вакцинации от гриппа у нас очень большое количество запланировано в Ульяновской области привить. И, в принципе, люди понимают и приходят и прививаются. То есть, люди становятся у нас грамотными, они черпают информацию сейчас из многих источников. На самом деле, мы сейчас сказали, что вакцинация от гриппа это очень тоже такая хорошая профилактика, в том числе и пневмонии. Конечно. И вы знаете, вот та статистика, которая, в общем-то, может быть, она наглядная именно для врачей пневмологических отделений, для врачей-терапевтов, а они тоже лечат пневмонии. То есть, в общем-то, терапевт должен по своим обязанностям лечить пневмонии, может, и в терапевтических отделениях у нас пневмонии лечится, наверное, больше, чем в пневмологических, потому что мы забираем на себя только пациентов уже с тяжелыми пневмониями. Так вот, эта статистика, она наглядно демонстрирует. То есть, несколько лет назад, когда уровень вакцинации был ниже, мы видели гораздо больше пациентов с тяжелыми пневмониями, мы видели вообще больше пневмонии, больше пневмониями, а сейчас, вот в последние два года мы все-таки наблюдаем некую тенденцию к снижению числа вот этих случаев. Во всяком случае, по тяжелой пневмонии. Ну, то есть, мы сейчас шагнули вперед уже, и действительно уже новый взгляд на это все. Ну, еще раз хочу сказать, что вот эти постулаты, чтобы мы еще раз к ним вернулись, это первое, значит, не заниматься самолечением, своевременно обращаться к нам, к докторам, мы всегда рядом, всегда поможем, это вот очень важно, да, и при необходимости вызывать скорую помощь, мы перечислили, при каких ситуациях это делается, да, и, конечно, если кто-то заболел, да, то вот изоляция, да, она в какой-то степени играет, ну, такую значимую роль. Конечно, и еще вот у нас пациенты, почему-то очень многие сейчас стараются вот таким образом поступать совершенно неверным, что вот если мой участковый врач в отпуске, на больничном, работал не в ту смену, я не буду обращаться к какому-то другому дежурному врачу, я буду дожидаться, не надо, уважаемые друзья, дожидаться никого, вы попадете в следующий раз к своему участковому терапевту, решите с ним все необходимые вам проблемы, но если вы заболели, вы обращаетесь к врачу, наши регистратуры работают достаточно практически в течение всего дня обслуживаются, а в ночное и праздничное время, когда там обслуживают скорую помощь, есть неотложная помощь при стационарах. Ну, мы говорили об этом, сейчас записаться, проблем нет, сейчас доктор 73, госуслуги, да, через портал, информат, по телефону, личное обращение в регистратуру, ну, то есть вот минимум 5 постов я перечислял. И, наверное, сразу стоит сказать, что пациента температурящего никто никогда не отправит, даже если там записаны уже все места заняты, все равно, если не ваш участковый терапевт, то, значит, дежурный врач, любой другой врач вас непременно отправят на прием к пациенту, и точно так же вас обслужат на дому, независимо от того, кому передадут этот вызов, дежурному врачу, неотложной помощи, то есть вызов по-любому будет обслужен, вас никогда не оставят, поэтому, в общем-то, температурящие больные, особенно высокотемпературящие, беременные дети никогда не останутся без медицинской помощи. Ну, и даже, я скажу больше, что, в принципе, они имеют право вне очереди. Да, конечно. То есть, если вы называете эту жалобу, и, в общем-то, если вы дали температуру, вам дали градусник, пожалуйста, вы сидите около кабинета, померили температуру, показали, там, стреляли врачу, и все, вы заходите в кабинет, и у вас есть проблема. Отложить визит к врачу, это могут записать на какой-то там, ну, на несколько дней вперед, это пациента, который пришел на плановый визит, пациент, который пришел на диспансерное наблюдение, а пациента, который нуждается в немедленной медицинской помощи, никогда не откажут в помощи. Ну, я вообще считаю, что у нас в Лианской области люди понимающие, и, в принципе, вот я не видел такого, чтобы там в очередях с температурящего пациента с пониманием не пропустили вперед, там, да, и не сказали, там, ты себя плохо чувствуешь, иди пройди, да? Вообще, если мы говорим о том, то, что температурящий пациент, если он высоко температурит, наверное, ему логичнее оставаться дома, дабы не заражать всех других. Ну, а это даже еще лучше. Да, конечно, вызвать врача на дом, потому что, несмотря на то, что в поликлиниках работают кварцевые лампы, любые другие остановки, которые дезинфицируют воздух, проводится обработка специфической поверхности, все равно вирусы летают, и, в общем-то, это не лучший вариант как для самого пациента, так и для любых других пациентов в очереди, просто в коридоре этой поликлиники, которые будут с ним встречаться. И касаемо экспертизы тоже, нетрудоспособности, это очень важно, да, если дается больничный лист, он дается не просто так, там первым пунктом идет, да, это постельный режим, постельный домашний режим, поэтому больничный лист, это не просто так, бумага какая-то, да, а действительно освобождение от работы, чтобы, во-первых, ты никого там не заразил, да, тоже вирусной инфекцией, и чтобы не усугубил свое заболевание, чтобы это не осложнилось потом, вот как мы сказали. Да, больничный лист, в общем-то, это как раз, это и защита, и лечение самого пациента, и окружающих, конечно, больничный лист говорит о том, что пациент должен вести некие ограничения в свой режим, никто не говорит о том, что он должен постоянно лежать, пневмония, в общем-то, это заболевание, заболевание, которое позволяет двигаться, и как бы мы рекомендуем двигаться, чтобы застой не было, но в пределах своего дома, если мы говорим о пневмонии, но большинство пациентов, если чем-то настораживает врача, им предлагается госпитализация, и здесь тоже не надо отказываться, если вам предлагают госпитализацию, то есть лучше пролечиться несколько дней, будет лучше, потом вы уже можете решать с доктором, что делать дальше, выписываться на доречивание домой с открытым больничным листом, или продолжать лечение в стационаре, уже по вашему самочувствию будет доктор решать. Ну, сейчас еще можете, Ирина Александровна, несколько пожеланий какие-то сделать нашим слушателям, какие-то советы, может быть, еще? Ну, уважаемые друзья, я хочу посоветовать вам быть здоровыми, а для этого заботиться о своем здоровье, соблюдать еще раз правильный образ жизни, достаточную, посильную вам нагрузку физическую, и, конечно, почаще улыбаться, потому что, в общем-то, минуты, скажем, вот такого... Позитива. Позитива они повышают, в том числе и иммунную систему, и создают вам благоприятную атмосферу. Ну, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, до новых встреч, ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова